Сегодня на заседании Государственным Будем Дума будет рассматриваться вопроса второго чтения закона об электронном голосовании. Это один из самых знаковых законов последнего времени, который рассматривается скоординированно в Государственной Думе, в Московской Городской Думе, в Центральной Избирательной Комиссии, в Московской Городской Избирательной Комиссии. Параллельно идет отработка документов. Закон еще не принят ни в третьем чтении, ни Советом Федерации, президентом не подписанный, а работа уже идет в соответствии с этим законом. Это нонсенс. Вот такого подхода очень и очень редко у нас в стране было. Вот сегодня опять это делают. На наш взгляд и на мой взгляд это делается специально, учитывая, что авторитет Единой России резко упал, как и президента Путина в том числе. А в сентябре выборы. А надо, чтобы депутаты от Единой России опять имели большинство в Московской Городской Думе. А эта хотелка теперь притворяется через закон об электронном голосовании, который нарушает и Конституцию Российской Федерации, и нормативы ратифицированных законов, международных законов о проведении выборов в любой страны, ратифицированной России, нарушаются. Но все равно хочется сделать вот в сентябре выборы, чтобы большинство было за Единой России. Несколько пунктов нарушает этот закон. Первое. Отсутствие тайны голосования. Электронная система не позволяет сохранить тайну, потому что там нет кабин для тайного голосования. Голосование в любой квартире, в любой комнате, в вокзале, в любом подвале, под контролем административного ресурса, либо работников мэрских, либо это проходит работа перед собственником, руководителем, начальником, неизвестно что. И, значит, вот это принуждение будет голосовать. Второе. Нарушается процедура наблюдения за списками избирателей, потому что списки избирателей в электронном, так сказать, виде, и этот электронный вид невозможно проконтролировать. То есть не нужны уже ни члены комиссии, ни наблюдатели. Они выпали из процесса выборов. Проводят только на ресурсе мэрии, то есть исполнительной власти, это голосование. А голосование по системе газвыборов, которая специально создавалась для избирательных комиссий, она в стороне находится. И самое последнее, это то, что нет возможности обжаловать в субдебном порядке результаты голосования. Они будут выявлены только на монитор. Вот 136% за представителей от Единой России, от кандидата за Единой Россию. И все, до свидания. Бумажного протокола не составляется. Материалов в иск, которые можно было бы аргументированно туда ставить, нет. И возможности отсудить результаты фальсификации отсутствует вообще в принципе. Вот такой закон сегодня в рамках Государственной Думы в пленарном заседании будет уже рассматриваться во втором чтении. Учитывая, что в Госдуме слушают, но не слышат нас, в частности Компартию Российской Федерации, я как гражданин подал иск в Верховный суд на то, что нарушаются основополагающие нормы проведения выборов. Значит, этот иск сдан в Верховный суд, апеллирую его даже на первое чтение, если в случае там два варианта. Либо Верховный суд примет решение и запретит дальнейшее рассмотрение этого беззакония, а это беззаконие. Я называю это воры в законе. Воры тоже по закону живут в своей ячейке. И они говорят, мы все работаем по закону, воруем по закону, убиваем по закону. Вот этот закон тоже позволит фальсифицировать, но по закону. Это те же самые воры в законе. Если Верховный суд не поддержит нас, то будем обращаться в Страсбург, в Международный суд. Исковое заявление также уже подготовлено на основании международных стандартов. Это вот первый вопрос. Конечно, во втором чтении мы будем голосовать категорически против. Категорически против, будем приглашать всех голосовать также против. Еще один документ. Вчера был отправлен на имя президента Путина. Это материалы связаны с катастрофой в сфере экологии, сбора, утилизации твердых бытовых отходов. Эта катастрофа уже наступила в Москве и Московской области. Здесь треть жителей, страшная скучность. И меры правительства Российской Федерации Медведевым не принимаются. Мы это рассматриваем в комитетах, в нашей фракции. Поднимали вопрос на пленарном заседании, но ВОЗ и ныне там. Мы вынуждены теперь обратиться к президенту, чтобы была создана целевая программа по организации сбора, сортировки, вторичной переработки твердых бытовых отходов, чтобы людей не травили, чтобы не было загасованности, чтобы у нас была чистая экология, чтобы у нас не болели дети, не было аллергии. У нас заболеваемость от того, что экология ухудшается в связи с сжиганием и хранением вот в таком состоянии твердых бытовых отходов, мусора колоссальная. И именно идет рост онкологических заболеваний по этой причине. Такое письмо на имя президента ушло. Действительно, сейчас внимание всей страны приковано к событиям в Екатеринбурге, где разворачивается самое настоящее противостояние между местными жителями, простыми гражданами и теми, кто вознамерился, вопреки всему здравому смыслу и правовым основаниям, застроить сквер, один из последних в центре города. Мы принципиально убеждены, что вся эта ситуация носит глубоко нездоровый характер и вызвана в первую очередь некомпетентными и чрезвычайно наглыми, можно сказать, нахрапистыми действиями власти, которые там проводят свою политику. Мы абсолютно уверены, что не было никакой необходимости у власти идти на обострение этой ситуации и доводить до того, что сейчас привлекается ОМОН и достаточно жестко разгоняет протестующих с помощью физического воздействия. Мы уверены, что подавляющее большинство протестующих, которые приходят на эти акции протеста, это абсолютно искренние люди, которые действительно просто хотят сохранить сквер, который им нравится, в котором они хотят гулять, гулять с детьми, находиться в благоприятной, благополучной городской среде и тем самым реализовывать свое право на достойную жизнь. Вместо этого им говорят, что нет, ваше мнение не имеет никакого значения, будем строить храм, причем я считаю, что здесь не имеет большого значения, будь то культовое сооружение, если попытались построить торговый центр, было бы не легче, а может быть и хуже. Поэтому на самом деле здесь все не сводится ни в коем случае не к религиозному вопросу и уж тем более не сводится к тем вещам, в которых сейчас некоторые видные деятели пытаются туда притянуть за уши, обвиняя собравшихся чуть ли не в попытке организации Майдана. На наш взгляд это глупость полная, в любом массовом протесте есть конструктивные силы, могут там появляться и силы неконструктивные, но в таком случае, опять же, власти должны взять на себя ответственность, проявить политическую волю и разобраться с теми, кто мутит воду и действует в собственных интересах, а не в интересах населения. Поэтому, на наш взгляд, сейчас очень важно все-таки выйти из этой ситуации нормальным демократичным путем, прислушаться к мнению населения и, естественно, пойти навстречу и не допускать застройки скверов. Тем более, что, если уж говорить даже о моральной стороне этого дела, ну, на наш взгляд, недопустимо, неприемлемо и неразумно возводить храм там, где есть конфликт по поводу этого учреждения. Ни в коем случае этого делать не надо, это будет не святое место, это будет не храм Господу, это будет храм тщеславию тех людей, которые, не считаясь ни с кем, считают себя вправе распоряжаться народной землей и действовать по собственному произволу. Поэтому здесь очень важно, считаю, предложить компромиссное решение, уже наши свердловские товарищи его озвучили. Мы считаем, что сквер нужно сохранить, снести Ельцин-центр и на его месте построить большой храмовый комплекс. Уверен, все будут с этим согласны и никто не будет против этого. По крайней мере, избавимся от этого позорного капища, которое уже долгие годы отравляет сознание нашей молодежи либеральным ядом. Кстати говоря, о воспитании молодежи. У нас с вами приближается очень значимая дата, День пионерии, 19-го числа. Мы на Красной площади проведем прием в ряды пионерской организации. Геннадий Андреевич Зюганов будет проводить это мероприятие. Тысячи молодых ребят и девчат вступят в пионерскую организацию и будут приобщаться к лучшим советским ценностям добра и справедливости. Только на этих ценностях можно воспитать действительно патриотичного, достойного, умного гражданина и патриота. Поэтому приглашаем всех средствам массовой информации широко осветить это мероприятие. Мы считаем его достойным, правильным и очень востребованным в нынешнее непростое время. Приглашаем вас 19-го числа в 10 часов утра на Красную площадь.